Почему наша внешность так сильно изменяется в промежутке между 40 и 70 годами? Это больше, чем просто износ. Это процесс, затрагивающий каждую клетку нашего организма. Каждый день клетки копируют себя в миллиардном количестве. ДНК также копируется. По мере того, как старые клетки вымирают, их место занимают новые. Проблема в том, что механизм планирования несовершенен. Любые ошибки в ДНК также копируются. За всю жизнь клетки делают столько копий самих себя, что даже небольшие ошибки со временем накапливаются. Это все равно, что использовать ксерокс. Копии, сделанные с копий, будут постоянно ухудшаться в качестве. Внутри каждой клетки митохондрии, наподобие маленьких электростанций, окисляют питательные вещества, чтобы обеспечить клетку энергии. Они вырабатывают энергию, необходимую нам. Но, как и настоящие электростанции, они также загрязняют окружающее пространство. В данном случае загрязнителем выступает сам кислород. Молекулы кислорода переходят в нестабильную форму, называемую свободными радикалами. На протяжении жизни эти свободные радикалы мало-помалу нарушают работу митохондрий и наносят вред клеткам. Наши клетки и ДНК все больше разрушаются. И больше не могут воспроизводить себя. Наше тело не может исправлять поврежденные органы как следует. Каждый раз, когда клетка себя копирует, она отбрасывает крошечный кусочек ДНК. После миллиардов делений так много ДНК теряется, что клетки в конце концов все вместе теряют способность размножаться. Смерть не мгновенно. Это постепенное выключение функций тканей и органов. Для защиты от свободных радикалов в организме существует особая система. Молекулы-антиоксиданты. Эта армия расквартирована во всех наших органах и тканях. Антиоксиданты моментально находят и нейтрализуют свободный кислород. Если количество антиоксидантов снижается, резко возрастает риск повреждения клеток и развития самых разных заболеваний. У здорового человека, который правильно питается и живет в Альпах или, скажем, на берегу Таёжного озера, естественные механизмы клеточного очищения надежно защищают организм. Однако все мы, жители больших городов, ежедневно испытываем такую большую химическую нагрузку, с которой организм уже не справляется. Здесь требуется дополнительная поддержка.